В предстоящей зиме на столичной ТЭЦ подготовка идет основательно. Здесь ремонтные работы идут планово. Здесь у любого оборудования или даже маленькой детали есть свой график обновления и ремонта. Для этого специалисты ежегодно проводят лабораторные проверки и выявляют, что и когда нужно будет обновлять. В этом направлении здесь сейчас ремонтируется 7 котлоагрегатов, станции и 2 энергоблока. Они будут полностью завершены и готовы к отопительному сезону уже к концу октября этого года. Для успешного прохождения осенне-зимнего периода обновляются все изношенные детали. Чтобы тепло в дома горожан поступало бесперебойно, после ремонта проводятся гидравлические испытания. В настоящий момент мы находимся на 14-м котлоагрегате, где производится ремонт, замена водяного экономата первого-второго ступени. И срок сдачи этого котла конец сентября, то есть буквально конец этой недели постараемся сдать или начало первых часов октября. Основные детали – это экраны, которые после гидравлики показали себя нормально. Мы меняем именно ту часть, в которой были последствия аварии, то есть после того взрыва. У энергетиков есть всего два сезона – это прохождение УЗУП и подготовка к нему. Сейчас на ТЭЦ города Бишкек на каждом блоке идут все плановые ремонтные работы. В починке оборудования перенимаются опыт как местных энергетиков, так и других стран. Гидра – это представители из Казахстана, нам помогают. Подрядчик у нас. Вот сейчас занимается заменой водяного экономазера первой ступени на 14-м котле. Ну, практически уже заканчивают. На 20-м котле ведет САЭМ – Сред-Асэнергомонтаж. Это наш местный подрядчик, который занимается на сегодняшний момент заменой пароперегревателя первой ступени. Ну, будем так, тоже к концу октября они закончат. На Бишкекской ТЭЦ ремонт идет не только в старой части, но и в новой. На стадии завершения – третий и четвертый блоки. После того, как вода поступает в котло-агрегаты, она будет нагреваться и подниматься как раз-таки через эти трубы. Ну, а далее она будет распределяться по сети дальше. До этого была производительность суммарно 220 мегаватт. Так как 7 лет прошло эксплуатации, фирма «Китайская ТЭБА» приехала на капремонт. И в настоящее время до заводской нагрузки, то есть 150 мегаватт каждый блок. Суммарно это 300 мегаватт будет нести блок. Тем временем угольный склад теплоэлектроцентрали уже готов. Здесь имеется порядка 300 тысяч тонн твердого топлива, большая часть из них – местный уголь. Сюда завозятся из таких месторождений, как Акулак и Карагечи, а импортный Караджира из Казахстана. В целом, для прохождения предстоящего ОЗП ТЭЦ Пишкека будет использовать порядка 1 миллиона тонн твердого топлива. Помимо угля, теплоэлектроцентраль будет отапливаться и другими видами топлива. У нас еще есть в резерве мазут. Сейчас около 15-ти. Цистерна приехала мазут на стадии разгрузки. Она стоит у нас на складе, тоже разгружается уже. И с «Газпромом» заключили договор о поставке газа. В рамках подготовки отраслей экономики и населения страны к грядущему осенне-зимнему периоду госпредприятие «Хрызгомюр» должно поставить на столичную ТЭЦ 750 тысяч тонн угля. Сейчас компания обеспечивает также твердым топливом все регионы страны. Для того, чтобы оно было доступно для населения, установлена определенная стоимость. В этом году добычу угля на месторождениях начали раньше времени. В Бишкек с августа по сегодняшний день поставили 80 тысяч тонн угля. Сейчас на месторождении Каракичи имеется запас в 60 тысяч тонн. С января по сентябрь этого года добыты 657 тысяч тонн твердого топлива. Также проводится работа по обеспечению населения доступным углем. На сегодня 180 тысяч тонн направлены в топ-базы. По поручению руководства страны в Нарыне тонна будет стоить от 1000 до 3000 сомов. В Бишкеке – от 5300 сомов. В Чуйской области есть 6 складов. Там тонна угля будет стоить по 5500-5800 сомов. Ну а в южных регионах сумма будет в районе 6000. Тем временем тщательная подготовка к отопительному сезону идет и в столичных котельных. Перекладываются участки трубопровода. На сегодня отремонтировано порядка 2000 метров изношенных тепловых сетей, а также обновлена поврежденная тепловая изоляция. На сегодняшний день муниципальное предприятие Бишкек Теплосеть проводит капитальный плановый ремонт тепловых сетей. Работаем в штатном режиме. В целях успешной подготовки, успешного прохождения отопительного сезона 2024-2025 года были проведены ремонтные работы, были проведены модернизации индивидуальных тепловых пунктов. В целом муниципальное предприятие Бишкек Теплосеть почти исполнило плановые ремонтные работы по подготовке к ОЗП. Сейчас они продолжаются в части капитального строительства и ремонтных работ после проведенных испытаний. С ходом подготовки к отопительному сезону на днях ознакомился глава Кабмина Ахлбек Джапаров. Он осмотрел основные производственные цеха, ознакомился с состоянием оборудования и заслушал отчёт о текущем состоянии подготовки ТЭЦ к ОЗП. Глава Кабмина подчеркнул важность качественной подготовки к зимнему периоду, а также акцентировал внимание на необходимости строгого контроля за ходом выполнения всех поручений.